Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня в рамках нашего замечательного семинара я постараюсь в то время, которое у нас есть, максимально полно... Может быть, мы и раньше закончим, может, позже там посмотрим. Соответственно, максимально полно изложить вам информацию про данную утилиту, что она позволяет делать. Вот. И сразу, да, хотелось бы сказать, что данный семинар записывается и впоследствии будет выложен на нашем канале на YouTube. У нас есть канал «Специалист.ру». Вот. Соответственно, если вдруг сегодня какие-то моменты вы в реальном времени не успеете за мной, да, ну, то есть, грубо говоря, когда мы ходим на занятия, у нас всегда есть время практиковаться. Здесь мы ограничены полутора часами, я уж не знаю, уложимся мы или нет. Но вот, соответственно, если вдруг какие-то вопросы останутся открытыми, что-то мы не успеем в рамках полутора часов изучить, то буквально через пару дней вы сможете зайти просто на наш канал и в режиме реального времени пересмотреть, грубо говоря, те моменты, которые для вас были непонятны. Вот. Соответственно, по ходу работы вы вполне можете задавать вопросы, но, опять же, в рамках нашего хронометража хотелось бы ваше понимание, если вдруг я, например, буду какие-то, ну, ваши вопросы оставлю, грубо говоря, там без ответа, если они потребуют уж очень много времени на объяснение. Вот. В этом случае вы всегда сможете задать вопросы мне на почту, вот, и посмотреть, опять же, еще раз семинар по, соответственно, интернету. Значит, почта моя корпоративная, скажем так, вот такая. На нее, соответственно, опять же, все вопросы касательно данного семинара можно будет адресовать. Окей. Значит, итак, в чем основная идея? Есть такая замечательная задача. Задача заключается в том, чтобы, ну, вот даже если начать издалека, задача заключается в том, чтобы объект трехмерный вписать в, соответственно, некое окружение. То есть есть вот такая, например, фотография. Соответственно, вы смоделировали, не знаю, там, остановку какую-нибудь, вы занимаетесь остановками, и ваш заказчик хочет, чтобы вы остановки ставили прямо непосредственно, да, то есть объект, который вы моделируете, который вы впоследствии хотите визуализировать. Заказчик хочет, чтобы вы их располагали непосредственно на том месте, где они действительно должны стоять. То есть вам выдают фотографию с пустырем каким-нибудь, да, заказчик бывает злой, и говорит, вот вам пустырь, поставьте, пожалуйста, объект прямо на дом. Ну и, соответственно, вы там как-то мучаетесь, что-то делаете, но в результате, возможно, наверное, если вы знаете утилиту Perspective Match, вы сможете сделать что-то вот такое. То есть довольно быстро и просто поставить объекты, как будто они находятся там. Задача, это, в общем-то, называется композинг, как вы знаете, то есть совмещение трехмерной геометрии, ну и объектов, которых там на самом деле, скажем так, сцены, которые там на самом деле нет. В общем-то, задача достаточно древняя, встречается она в различных сферах, это и кино, да, то есть мы с вами знаем, что там есть всякие трехмерные персонажи в фильмах, да, и всякие горлом и волосы, колец и все такое прочее. Такая же задача встречается нам в визуализации, интерьерной, предметной, экстерьерной и так далее. Ну вот, соответственно, утилитка Perspective Match, вот в самом базовом варианте, позволяет вам, например, сделать вот так, видите, то есть, грубо говоря, у вас есть некий интерьер, и вам очень захотелось кучу хромированных чайников туда поставить, вот таким вот образом все это будет выглядеть, даже если, так я на самом деле, так левой задней пяткой все это набросал, но выглядит, согласитесь, достаточно неплохо и правдоподобно. Обычно происходит таким образом, то есть человек берет некую фотографию, у него есть 3D Max, в 3D Max можно на задний фон вкрутить фотографию, все об этом знают, да, соответственно, если мы об этом не знаем, мы придем ко мне на курсы и узнаем, или если забыли, да, но в любом случае вы подскажете мне, как это сделать, правда? А как это сделать? Правильно, мы с вами в меню рендеринг найдем меню, которое называется Environment, клавиша 8 на клавиатуре, и здесь у нас есть Environment Map, то есть карта заднего фона, которую можно сюда подключить. Человек подключает карту заднего фона, какую-нибудь, например, вот эту, да, ну и, соответственно, дальше, пока что я пропущу некоторые шаги, скажем так, по крайней мере, оставлю их без особых объяснений. Дальше, соответственно, человек пытается каким-то образом туда вкрутить свои объекты, да. О, господи, сейчас мой компьютер повесится, давайте попробуем. Работает? Нет? Да, да. Работает? Отлично. Кто просто, у меня тут одна презентация, вторая презентация. Вот так вот, соответственно, дальше есть какой-то объект, он трехмерный, будем считать, что вот этот кубик человеку необходимо поставить, чтобы он располагался где-то там, вот, ну и без определенных совершенно утилит, типа Perspective Match, человек будет долго мучиться, да, то есть вы понимаете, что все вот это, вот, поймать перспективу, скажем так, с бэкграунда, задача совершенно нетривиальная, вот, мало того, это зараза еще, даже если вы вдруг что-то поймали, она легко сбивается и так далее и тому подобное. Раньше, раньше, некоторое время назад, собственно, до версии 3000, 3D Max 2014, в принципе, существовала такая утилитка, некий, знаете, допотопный аналог Perspective Match, она называлась Camera Match, вот. Сейчас, один момент. Вот, соответственно, нет, ладно, я удалю, все ведь записали мою почту, правда, отлично. Вот, была такая утилитка, так, мало ли кто-то в какой-нибудь допотопной версии работает, есть возможность сделать что-то похожее, утилита называлась Camera Match, то есть это возможность поймать камеру. Вообще, опять же, да, трекинг камеры, задача для разных, в общем-то, вариантов работы, она разная. Если это, например, анимация, да, то есть вам нужно в анимацию включить какие-то трехмерные объекты, когда камера движется, то, конечно, эта задача уже, ну, не совсем для 3D Max, для этого использовать специальное программное обеспечение вместе с 3D Max. Мы с вами, конечно, говорим именно про статичный Camera Match, то есть когда у вас есть статичный, просто растровый файл, статичная картинка, и вот туда нужно что-то поставить единичное, то есть ракурс меняться не будет. Это сразу я говорю, то есть понятное дело, что трекинг камеры, задача совсем другая, сегодня мы ее охватывать не планировали. Вот, соответственно, Camera Match вам в чем-то может помочь, но геморрой заключается в том, не побоюсь этого слова, что вам придется руками выставлять совершенно определенные точки, то есть есть такой объект Point, придется камера Point и ставить руками, после чего камере указывать, где на фотке какая из этих точек расположена. В общем, суммарно это все выливается в большую печаль, и автодеск, сотрудники автодеск, бравые, начиная с версии 2014, не заменили, но дополнили, скажем так, 3D Max новой утилитой, которая решает такую же задачу, называется Perspective Match. Ну, в общем-то, сама по себе, да, то есть я думаю, идея понятна, вот, вопросы какие-нибудь есть по тому, что мы сегодня делаем? Ну, мы сегодня с вами изучим, посмотрим Perspective Match, я дам вам, собственно, вот у вас будут рабочие файлы, вы сможете все это попробовать в рамках, еще раз, да, то есть того времени, которое у нас есть, естественно, да, то есть если не будете успевать, ну, придется как-то попробовать потом самостоятельно. Ну, я думаю, что все получится. Вот, соответственно, сначала мы будем говорить о том, как просто вкрутить объект, но я потом расскажу вам, собственно, в таком, может быть, немножко простейшем, самом простейшем варианте, но расскажу, или в демонстрационном варианте, о том, как прямо в 3D Max добавить отражение на полу, о том, собственно, как добавить тени от объектов и так далее, и тому подобное, то есть мы будем говорить именно про композинг, и в конце как раз будет та тема, которая была озвучена громко в интернете, это именно моделинг, то есть есть еще одна такая подзадача вот такого мэтчинга камер, это когда у вас есть, вам дали фотку и сказали, мы хотим, чтобы вы сделали точно такое же помещение, например. Ну вот в этом случае, опять же, утилита Perspective Match позволит вам подстроить перспективу под совершенно определенный ракурс, после чего я покажу вам именно моделинг сцены, ну, опять же, честно сказать, левой задней пяткой набросал саму идею, но идея выглядит вот так, что вам дали вот такую грубую фотографию, ну, и вот сегодня мы с вами постараемся сделать что-то типа вот такого, видите, грубо говоря, если вот так даже их листать, вы понимаете, что отличие минимальное, на самом деле Perspective Match это утилитка, конечно, которая требует точности, точность требует времени, времени у нас нет, поэтому мы сегодня так, может быть, немножко будем торопиться, может быть, какие-то моменты будем упрощать. Окей, скажите мне, по теоретическому пуску, есть ли у кого-то вопросы? Наши замечательные удаленные слушатели не имеют вопроса? Нет. Отлично. Ну, замечательно. Окей, тогда, соответственно, давайте постепенно мы будем приступать. В общем-то, на что способен Perspective Match и что впоследствии нас ожидает, да? Давайте глянем. Первый файл я возьму, наверное, демонстрационно. Ну, потом захотите, попробуйте. Значит, начнем мы с чайников с вами. Будем считать, что у меня есть вот такая вот интерьерная сцена. Я, соответственно, планирую в нее накидать каких-то объектов, которые я туда, соответственно, хочу встроить. Вот. Для того, чтобы у меня все получилось, я сначала должен поставить карту заднего фона. Да, еще раз, установка карты заднего фона осуществляется через меню Environment. Я нажимаю вот здесь на No, Maps, Standard Bitmap. Беру картинку. Что такая она хмурая и унылая. Давайте с дороги начнем. Против, там солнышко светит. Давайте, ладно, хорошо, начнем с дороги, потом перейдем к более хмурым интерьерным сценам. Вот, я ставлю JPEG какой-то, неважно какой, собственно, то, что мне необходимо, то, куда мне необходимо крутить объекты. Ну и, соответственно, дальше я должен сделать фон видимым. Как сделать фон видимым, кто не знает? Правильно, один из способов самых быстрых максов это зайти в реалистик, найти здесь Viewport Background и сделать фон видимым в Environment Background. Надо сказать, что с фоном обычно, вот начиная с версии 14, с ним что-то не так. А что с ним не так? Он сферически растягивает. Абсолютно верно. Значит, когда вы картинку, начиная с 14 версии, кидаете на задний фон, вы получаете мэппинг, который называется spherical. Sphherical Environment Mapping – это проецирование, которое больше годится, соответственно, для панорама 360 градусов. Да, их называют вот так вот. То есть, конечно же, если вы используете трехмерные панорамы, данный мэппинг вам подходит. Но в нашем случае заказчик был беспощаден, и он дал нам, например, вот такую просто фотографию. В этом случае мэппинг заднего фона надо поменять. Соответственно, для этого необходимо одновременно открыть меню Environment клавишей 8, да, это там, где мы ставили карту заднего фона, и параллельно открыть редактор материалов буквой M. Надо сказать, что редактор материалов 3D Max 2 и, возможно, навык и наработка у всех разные. Кто-то работает в дефолтном редакторе, который называется Compact, а кто-то работает в новом Slate редакторе. Но это уже я оставлю на ваше усмотрение. Кто как привык, в общем-то, я думаю, вы понимаете, разницы особо никакой нет. Я для удобства буду в Compact'е работать, потому что, в общем-то, большинство людей, наверное, которые подключились, учились у меня, и я, в общем-то, учу работать именно в таком редакторе. Беру, в общем, картинку, кидаю в любую ячейку редактора материалов, обязательно как инстанс копию, и моя карта оказывается в редакторе. Дальше необходимо найти строку Mapping, тип мэппинга с сферического поменять на какой? Screen. Screen. Это экранный мэппинг, когда картинка, вот она, вуаля, видите, прилипает к заднему фону. Здесь, опять же, нюанс в чем заключается? Как вы думаете, картинка сейчас искажена или нет? Искажена. Почему? Потому что нам надо... А где? А как? Действительно, она сейчас сплющена, на самом деле. Кто виноват? И куда бежать? Значит, на самом деле, фишка заключается в том... Можно Shift и нажать на 1. Правильно. Значит, задача заключается в том, чтобы соотношение сторон вашего изображения соответствовало соотношению сторон видового окна. Чтобы сделать их относящимися друг к другу хоть как-то, вы нажимаете Shift-F. Помним, что такое Shift-F. Это так называемый Save Frames, когда ваше изображение на заднем фоне оказывается пропорциональным разрешению картинки. Но здесь второй вопрос. А пропорционально ли у меня разрешение в рендер-сетапе вот этой картинке? Я же не знаю правил. Поэтому я захожу, смотрю на картинку. У нее разрешение 1024 на 768. Вообще-то это стандартное соотношение, которое и так уже установлено в 3D Max, но, тем не менее, я, в общем-то, зайду в рендер-сетап. Как я сюда зашел так быстро? Я нажал F10 на клавиатуре, абсолютно верно. Либо вы используете меню рендеринг, находите рендер-сетап. И вот здесь мы с вами смотрим, какое разрешение установлено. Установлено разрешение 640 на 480, что, в принципе, соответствует этому соотношению 1.3333, грубо говоря. Если это не так, если вам попалось какое-то другое разрешение, вы его просто сюда вбиваете. Помимо всего прочего, я еще собираюсь эту сцену рендерить. А поскольку я собираюсь ее рендерить, то, наверное, разрешение желательно для черновиков сделать поменьше. То есть даже если вам попалась там картинка, не знаю, 5000 на 5000, вы, конечно, вобьете сюда эти 5000 на 5000, но рендерить это вы же не будете, правильно? Вот, поэтому вы, конечно, я думаю, включите замочек и пропорционально уменьшите это изображение до какого-нибудь там 800, он вам автоматически второе значение убавит. Идея понятна, да? Сберем, даже если картинка большого разрешения, мы просто здесь пропорционально его уменьшаем. Окей. Мне вот это соотношение сегодня вполне подходит. Соответственно, такая вот веселуха. Окей. Итак, у меня есть вот такая вот сцена. В ней... Так, секунду. Мы будем делать сейчас... Расскажу вообще, где ее взять. Вам надо... Значит, на кнопочку вы нажимаете, и внизу появляются все необходимые настройки. Тут, опять же, есть два пути решения проблемы. Значит, что в результате мы хотим? В результате мы хотим вообще что делать в Perspective Match? Она по заданным вами линиям, которыми вы, в общем-то, по сути, обводите некоторые линии на изображение, выставляет камеру таким образом, чтобы камера полностью соответствовала перспективе вашего изображения. Вот. То есть задача в результате правильно поставить камеру. Значит, вы можете либо сначала установить перспективу, а потом создать камеру, либо создать камеру, и после этого воспользоваться Perspective Match, тогда она автоматически в правильном ракурсе встанет. Идея в чем? Если вы изначально хотите создавать камеру, то вы должны понимать, что утилита Perspective Match поддерживает только камеру типа Free. Если вы создадите камеру Target, утилита скажет вам «Привет». То есть только камера типа Free поддерживается утилиткой. Соответственно, ее можно создать в каком-нибудь виде. Нажать «С», типа как камера, да, то есть перейти в камерный вид. И после этого зайти в утилитис, используя Perspective Match. Тогда устанавливая линии, вы автоматически камеру, в которой находитесь, поставите в нужное место. И на самом деле там даже будет меняться правильным образом угол обзора. То есть будет правильное схождение перспективы. Я лично предпочитаю способ номер 2. То есть камеру создавать уже после установки правильной перспективы. Ведь камера, она просто создается какими-то горячими клавишами. Ctrl-C. То есть сначала из перспективы установить, после чего уже сделать вид деревянным, включив камеру. Ну, это на ваше усмотрение. Окей. Итак, соответственно, есть перспективное окно. И я нажимаю Perspective Match. Дальше ваша задача просто-напросто выбрать набор осей, которые вам потребуются для установки перспективы. Либо это две оси. Для некоторых задач, кстати, в частности, вот для этой картинки, наверное, мне даже хватит двух осей для того, чтобы правильно настроить схождение. Вот, соответственно, я выбираю набор осей. В данном случае, наверное, было бы целесообразно взять что-нибудь типа ZY. То есть у меня оси сходятся, грубо говоря, Y как-то вот так. И вертикаль будет Z. Например, я беру ZY. И нажимаю кнопочку, вот здесь нахожу, она называется Show Vanishing Lines. Так, это был X, Y. Я промахнулся. Вот, после чего вы на экране увидите вот такие вот забавные направляющие, так называемые Vanishing Lines, которые как раз и позволят вам неким правильным образом настроить перспективу. В принципе, можно включить три оси. Просто получится, что оси X, они будут, грубо говоря, лежать ровно горизонтально. Можно и так сделать, в принципе, никаких проблем. Окей. Соответственно, что я делаю? Я выставляю вертикальные оси Z. На самом деле, самые вообще в этом случае халявные картинки, да, это картинки, где четко видны стены, понимаете, где линии можно выстроить по линиям интерьера. Конечно, когда у вас есть природа, тупо стоят деревья, в этом случае, пожалуй, все не так тривиально и не так очевидно. Но, тем не менее, я, наверное, просто возьму оси Z и поставлю вот таким образом, то есть вертикально, ровно вертикально, чтобы оси Z были параллельны, ну, по моему скромному мнению, краям изображения. Вот, пожалуй, самым важным будет здесь настроить оси Z. Я хочу, чтобы оси Z имела такое же схождение, как у дороги, видите? То есть поставить раз, вторую, соответственно, я вот сюда ставлю вот таким вот образом. Вот это, пожалуй, самое важное. Вот здесь требуется точность, вот, и если точности вы не достигнете, может получиться коллапс. Ну и, соответственно, последние оси хочется поставить ровненько, то есть как-то вот так, они были параллельны. Ну что ж, суммарно работа именно по Perspective Match, она, в общем-то, закончена. Проверить себя можно даже самым обычным кубиком или даже вот этой вот вспомогательной плоскостью, потому что вы видите, что она очень плавно ложится в дорогу, видите, да? То есть прямо вот в эти две мои линии я могу делать зуб, все такое, но я вижу, что она очень хорошо прям вот совпадает с перспективой, которая указана на камере. По сути, мы создали виртуальную камеру, которая по перспективе повторяет, да, по наклону, по всему повторяет камеру, который снимался вот этот снимок, да, делался вот этот снимок. Ну а дальше задача какая? Я могу нажать Ctrl-C, то есть я нажал Ctrl-C, и моя перспектива автоматически превратилась в камерный вид. Будьте здоровы. Вот, вид стал чуть более, может быть, деревянным, да, потому что мы знаем, что камерный вид нельзя так фривольно перемещать, как обычную перспективу. Но у вас вот здесь внизу есть такая секция неплохая, она называется Camera Adjustments. Это различного рода настройки камеры. Вот, в частности, здесь можно регулировать тот самый дистанц, который мог бы пригодиться. Дистанц, горизонтальное и вертикальное смещение. Это, если есть такая необходимость, в принципе, вы можете даже воспользоваться обычными навигационными кнопками камеры. Ну что ж, соответственно, это наш первый шаг. И, в общем-то, дальше мы просто будем вносить сюда объекты, которые собираемся ставить на место. Пролезать себя можно также обычным кубиком, то есть взять, не знаю, какой-нибудь обычный бокс. Вот, если ваш объект имеет реальные какие-то размеры, то есть, допустим, я знаю, что вот эта остановка, она высоту там сколько-то, понимаете, да, там, не знаю, два с половиной, там, три метра. Я могу создать обычный бокс, который повторяет габариты моего там объекта. И даже просто там с Alt-X, тем же самым, с полупрозрачным режимом, могу просто подвинуть, я прям вижу, как хорошо этот кубик встает на место. Видите, да? У дороги, на дороге. Вот, то есть повторяет перспективу. Замечательно. Вот, ну и дальше именно в плане утилиты Perspective Match, наверное, все, что нужно будет сделать, это, ну, для такого базового композинга, если не говорить про материалы и свет, а мы поговорим чуть попозже, когда вы попробуете за мной все это повторить. Вот, соответственно, мне нужно просто внести сюда мою остановку. Как внести объект в сцену? Правильно. Есть такая замечательная команда у нас с вами. Файл Import Merge. Значит, соответственно, мы с вами на первой части как минимум проходим. Нажимаю Merge. Нахожу свою проектную папку. И есть тут такая, соответственно, замечательная, замечательный файл. Остановка Finish. Я нажимаю Open. Дальше не забуду тут какие-то лишние детали. Вот вам нужна группа, она называется Остановка. Вот. Остановку я на самом деле не моделировал. Я, по-честному, ее взял из интернета. Спасибо создателям. Вот. Ну, соответственно, теперь делая обычный PenView, например, вот я вижу, вот она Остановка. Можно на самом деле ее выбрать как группу, как объект. Ее, конечно, необходимо, наверное, правильным образом повернуть. То есть как-то вот так, под 90 градусов. Вот. А дальше, используя обычный PenView, вы будете регулировать ее положение как бы вот в кадре влево-право-вверх-вниз. Да? Вот. При помощи долли, да, вот этой кнопки, можно будет сделать ее, ну, грубо говоря, поменьше. То есть вы чуть-чуть от камеры отъедете, потом PenView чуть-чуть вниз ее вот так поставить. То есть единственный способ, по сути, позиционировать объект в этом случае, да, это позиционировать, по сути, себя. То есть менять положение камеры относительно объекта. Ну, объект тоже можно, да, потихонечку там куда-то передвигать. Но я вам настоятельно рекомендую не выводить объект по высоте, из нуля. То есть чтобы он основанием с вами находился всегда на мировом нуле. То есть, грубо говоря, чтобы мировой ноль ну, совпадал с виртуальной вот этой дорогой. То есть по вертикали двигать объект, особенно трансформации сли, я вам просто не рекомендую. Окей. Ну и вот таким вот образом, таким вот образом, я рано или поздно, в отличие от того, что замечательная остановка окажется ровно на том месте, где она мне была нужна. Сделаю рендер. Рендер, кстати, будет черный. Угадайте, почему? Материалы-то? Нет. Ну да, материалы. А что материалы? Цвет пока, Анна, ни при чем, пока что. Дефолтная система. Правильно, то есть включена система Default Scanline. Да, система визуализации Default. А материалы на остановке, на самом деле, менталрейские. Вот. Но сейчас это не должно нас смущать. То есть при желании, если нас коробят материалы, нажмете F10, прокрутитесь вниз, Assign Render, и в строке Production включите менталрей. Вот. Просто я вам про дефолт хотел тоже немножечко рассказать, прежде чем к менталу переходить. Ну да ладно. Соответственно, чтобы остановочка выглядела посимпатичнее, можно, соответственно, систему включить менталрей, подольше рендериться, но выглядит посимпатичнее. Итак, друзья, я вам рекомендую все это попробовать. Вопросы какие-нибудь есть? Есть. Да? Размер этой остановки получается не наугад, что ли? По факту не наугад. У вас размер остановки, он реальный. Ну он реальный. Но относительно картинки вы, грубо говоря, там должны прикинуть, что вот, не знаю, вот это дерево, оно там 3 метра, и на глаз выставлять. У вас нет других каких-то ориентиров. То есть там никто не стоит с линейкой типа 3 метра, да? Окей. Давайте попробуем. Вот, соответственно, вопросы сдаем. Ну давайте, у нас минуточек есть 5-10. Задачивайте. Вот, соответственно, народ получил картинки, сейчас я вам их тоже раскидаю. Наверное. У вас на рабочем столе папка появилась, семинар 4U называется. Сейчас только она не до конца еще эта самая к вам переехала. Окей. Значит, соответственно, я просто все эти удвижения повторяю заново. А, да, кстати, Катерина, один момент, там нет интернета. Я ведь забыл об этом сказать, правильно? Вот, соответственно, открываем 3D Max, через меню Environment ставим видмэп, картинку на задний фон. После этого заходим в редактор материалов, перекидываем картинку в редактор материалов как инстанцкопию. Тип мэпинга делаем скрин, то есть он экранный, вот таки плоский. После этого мы с вами включаем через реалистик отображение заднего фона, нажимаем Shift-F. Вот, проверьте, что соотношение сторон заднего фона совпадает с соотношением рендера. Эх, Ольга, в 13-й не получится. Да, нужен Max посвежее. Боюсь вас расстроить. Новая утилитка. Ну, соответственно, можете послушать, посмотреть, а потом там обновить 3D Max и задать мне вопрос. Окей? Согласен, согласен. Ну, как бы уже 16-я версия на носу, так что мы же вам навьё тут показываем практически. Вот, друзья, соответственно, задний фон поставили. Дальше, например, в перспективном окне заходим на вкладку Utilities, включаем Perspective Match, включаем оси, включаем оси, ну и, соответственно, начинаем их выкладывать по картинке. Оси Z я поставил строго вертикально. Задний фон не виден совсем или он не виден как-то частично, или он чёрный стал. Он вообще поменялся? Нет, тогда его надо сделать, видимым, Realistic, Viewport Background, Environment Background. Маякните, если получилось. Соответственно, оси X красненькие выравнивают параллельно и оси Z параллельно. На самом деле, самый, видите, самый лёгкий в этом плане нам достался пример. Так, не получилось. Ну ладно, ну в общем, ещё раз, да, у вас в меню environment должен стоять JPEG. есть такое? Если в меню environment прямо написано его название, C-файл, вот это всё, да, и на рендере он виден. Хм, тогда это фантастика. А, и на рендере его нет. Что-то там не так, значит. сейчас один момент. А, есть на рендере. Но тем не менее, вот так вот не подковерсилась, какая передемация. Пятнешка. Ну тогда всё должно вот так вот работать, а ну так что я не знаю даже, как, как вам помочь. Вот, в принципе, ещё будет пара примеров, может быть, следующим получится. Просто я объективно не могу посмотреть на ваш монитор сейчас. Ну да, давайте потихоньку будем заканчивать. лон, соответственно, после того, как вы выставили линии, нажимаем Ctrl-C, чтобы здесь появилась камера. Можно будет уже уйти с вкладки Utilities, дальше File, Import Merge, в проектной папке Seminar4U находим остановка Finish, Open, Так и всё повисает, прикольно. Так и всё повисает, выбираем остановку, OK. Ставим её на место. Посредством управления камерой, да, то есть делаем Pan, делаем Dolly, пока она визуально не окажется в нужное время в нужном месте, как говорится. Вот. Ну и, собственно, как-то оно так. Я доволен. Так, друзья, давайте я посмотрю, там, у кого могу, чего могу, и мы отменим себя в решлое. Да, синие визуально протекает, вкладываться в королеве. Значит, остановку мы как бы можем поставить. Вот. А теперь вот это будет просто двигаем саму камеру. То есть обычный Pan, сейчас, покушу. Значит, остановку мы разворачиваем. Например, на самом деле, это не река. Если мы разворачиваем 90 градусов, то есть мужем вырезаем амином, то есть на немецком разворачиваем. А теперь вот просто того, 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 что я не могу. Да. Что это, что я их муше? Редактор. Так. Ну, там, 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 Долго же что-то сделать. Так, друзья, короче говоря, я думаю, самое время длинуться дальше. Я так понимаю, что успеха, может быть, сейчас достигли не все, но большой-большой процент, учитывая наш real-time и скудный запас времени. Вот, соответственно, если товарищи вебинарщики мне напишут, а, я сейчас подскажу, как делать тени, это будет дальше, хорошо? Товарищи вебинарщики, если мне скажут, что у них хоть у кого-нибудь там получилось в таком довольно шустром режиме, это будет здорово, тогда мы с вами двинемся дальше. Я, как раз, расскажу про тени и вообще, что с этим всем весельем делать дальше. В принципе, объектов можно добавить еще там любое количество. Вот, например, то есть, если уже камера установлена, я просто беру теперь, например, некий опять файл import merge, то вот у вас еще второй объект есть для разнообразия, называется road sign mental ray. Это дорожный знак, да? Я его, соответственно, тоже могу open, открыть. Что-то как-то у меня все небыстро вдруг пошло. Не знаю почему. А, это Касперский без снулица. Владель. Ладно, мы с ним потом поговорим. Вот, соответственно, видите, появился вот такой дорожный знак. Я его там опять же... То есть, друзья, вы объекты, объекты, вы, грубо говоря, только, ну, крутите, да? А все остальные страшные действия крутите и двигаете, грубо говоря. Но если камера уже позиционирована, да, тогда так. А вот относительно первого объекта вы камеру тогда выставляете руками. Вот, соответственно, так. Вот я его куда-то туда вставлю. Таким вот образом. Вот он у меня там будет стоять. Что-то все так вот, да, это тормози. Выдав перспективу. Еще не пойму, какой... А, все, правильная сторона у меня развернут. Ну, тогда вы всегда видите, в эту камеру можете возвращаться, у вас всегда все будет хорошо. Окей. Соответственно, ну, также можно, опять же, да, там вам показывал, была машинка. На самом деле машинка это такой несложный момент, потому что машинка есть в самом 3D-мапсе, да, вы знаете. Поэтому последний, наверное, объект несу. Я буду импорт мерч покажу со всех сторон этой перспективы, то, что она влазит, да. Мы знаем, что у нас есть документы, 3D-макс, сцены. Вот здесь есть, например, BMW 7. Мы в Mental Ray сделаем, кстати, да. И есть, соответственно, еще, по-моему, где-то был Ford. Ну, выбирайте любую, кому-то, кому-чего. Я почему-то больше к BMW склоняюсь. Вот, соответственно, появился вот такой автомобиль. Вот я его тоже могу, да, вот прям на дорогу, сюда куда-то. Могу даже, чтобы он полностью в кадр там не влазил, поставить. Или куда-то вообще, куда-то вдаль его. Вот он, видите, прям вдоль дороги будет перемещаться. Вот таким вот образом. Ну что ж, я думаю, что сам по себе вот этот момент, он понятен, правда? То есть как это работает. Это, на самом деле, может быть, небольшая сноровка тренировка, минут 15, и вы будете просто на раз шлепать эти самые моменты и подгонять перспективу под кадр. Окей. Ну и действительно, нельзя же бросить все вот так вот в воздухе, да, сделать рендер, сказать, все, я пошел, типа, все замечательно. Ну, во-первых, да, опять я включу Mental Ray все-таки систему. Давайте говорить про нее. Все, потом я просто сделаю небольшой момент объяснения, как это сделать в других системах визуализации. То же самое, что я сейчас буду, ну, покажу вам вкратце в системе Mental Ray. Идея, на самом деле, очень простая, старая как мир. И многие из вас, опять же, видели это чуть ли не на первых курсах, да, кто ходил вот на первые курсы по 3D Max. Вот, задача, по сути, вписать, да, вот эти объекты в несуществующее окружение. Может быть, кто-нибудь помнит, как это вообще делается? Ну, хотя бы, об общем, почему нет. В том-то мы все-таки делаем. Правильно. Вот, в Mental Ray, если честно, никаких изменений в этом плане не будет. То есть, фишка заключается в том, друзья, что мы с вами, во-первых, должны воссоздать ту геометрию, на которую от данных объектов будут падать тени. Вот, в данном случае нам ведь повезло, правда? Вот, особо, опять же, воссоздавать-то нечего. Я возьму обычного, видите? Вот, пожалуйста. Соответственно, вот оно, моя нулевая плоскость, которая в нуле стоит. Ну и, соответственно, дальше вся фишка-то в чем? Фишка в использовании специальных типов материала, да? То есть, понятное дело, что вам придется еще поставить свет, чтобы падающие тени появились. Так, что-то дорожный знак материала потерял. Такой убогий. Ладно, мы его уберем. Все, он был с материалом, конечно. Но ничего страшного. У вас там есть картинки, вы дома потом сможете геройский подвиг повторить. Вот, соответственно, основная фишка, да, заключается в использовании специальных типов материалов или в некоторых системах визуализации. Это не тип материала, а свойство объекта. Но в любом случае называется оно всегда приблизительно так. Оно называется либо Matt Shadow, это в системе Default Scanline. Материал, если вы используете систему Default Scanline, называется Matt Shadow специальный, который позволяет вот так вот послойно что-то наносить, да? Если это система Mental Ray, то то же самое, Matt Shadow Reflections он называется. Честно сказать, работает он немножко замороченно. По сравнению с Matt Shadow, который назначил и пошел, да? Matt Shadow Reflections все-таки требует от нас такого более вдумчивого подхода. Не всегда получается его с бухты барахта настроить. Но на самом деле отдача от него побольше. Если вы работаете в V-Ray, наверное, все хотят спросить, как же это делать в V-Ray, но те, кто хотя бы край муха слышал, то V-Ray это в свойствах объекта, а точнее в V-Ray Properties, так называемых, просто галочка Matt. В общем-то, как вы видите, название у всех практически одно и то же. То есть это не V-Ray, если вы работаете, это будет не материал, это будут свойства, V-Ray свойства объекта по правой кнопке мышки. То есть правая кнопка на объекте, V-Ray Properties, и там будет галочка Matt и схожие настройки с тем, что мы сейчас с вами будем смотреть. Окей. Вот, соответственно, давайте плейн я сделаю чуть побольше. Вот так вот, растяну. Зайду в редактор материалов, вот, и в редакторе материалов выберу пустую ячейку какую-нибудь. Как-то я ее там назову. Неважно. Тип материала. В списке Mental Ray я выбираю Matt Shadow Reflections. У вас не должно пугать, что он черного цвета. Это как бы для него нормально. Вот такой вот черный шарик. И задача моя очень простая, вот этот черный шарик нанести на вот этот плейн. Вот здесь люди, которые привыкли к обычному Matt Shadow, назначил и ушел, да, они немножко, так знаете, пугаются, потому что нажимаешь рендер, думаешь, господи, что это. Вместо того, чтобы получить адекватную, да, адекватную шторку, так называемую, то есть нормальную прозрачную плоскость, которая на себя принимает тени, там и даже может принимать отражение, вы получаете какую-то непонятную что. На самом деле все очень просто. Данный материал, материал именно Ментловевский, он по дефолту не использует ту картинку, которую вы ставите на бэкграунд. Вот эту картинку он сейчас не видит. То есть вам нужно картинку, которую он должен на себя пролецировать, вручную ему указать. Это не очень трудно. Вот Camera Map Background, видите? Соответственно, это он и есть. На самом деле иногда используют более сложные схемы, более сложные там всякие заморочки, но в данном случае, что я сделаю? Я просто возьму и из меню Environment вот этот задний фон, драгом-дропом перетащу вот в эту строку Camera Map Background, как Instance, нажму ОК. Вы заметите, что с черного, да? Он превратился как раз в то, что вроде как мне было бы необходимо. Ну, а что еще потребуется обязательно? Вам потребуется, наверное, поставить свет. Пока у вас нет света, никаких, никакого балловства в этом плане не будет. Свет, при том, если это экстременная сцена, конечно, нужно солнце, потому что я вижу, что на фотографии, которые скажут... Ух, сейчас, секунду. Момент загрузки. Сейчас, с вашего позволения, поборюсь с товарищем Касперским, который что-то там проверяет невовремя. Ну, вот, соответственно... Господи, боже мой. Уж... Вижу, что там есть падающие тени на самой картинке, да, деревьев. Я вижу, куда они падают. Мне нужно это как-то повторить. Ну, банальнейший вариант, банальнейший вариант, который я сейчас использую, чтобы просто не... Сидеть полчаса, не устанавливать свет. В mental ray поставлю, например, target direct, который будет делать вид, что он это солнышко. Некий, да? Естественно, с какими-нибудь, будьте здоровы, там, raytrace тенями или еще какими-то тенями, которые вам известны. Directional parameters, то есть я его сделаю большим. Он должен быть таким большим, чтобы в него... Чтобы освещать все вот это пространство. Я поставлю там под более-менее корректным углом. Вот. Ну и, соответственно, нажму render, проверю, что как. Ну, вуаля. Вы заметите, что и остановка, и машинка отбрасывают тень на как бы несуществующую плоскость, то есть как бы на дорогу. Вот таким вот образом. Сразу извиняюсь за саму тень. Да, она жестковата, конечно. Понятное дело, что тень должна быть более мягкой и так далее. Но мягкость тени в стандартном светильнике настраивать достаточно хлопотно и ни к чему. То есть нужно ставить нормальное солнце, нормальное небо, нормальное делать там софтность размывания, мягкость, да, и так далее. Или ставить фотометрические светильники о качестве размывания. То есть увеличивать их тело таким образом, чтобы тень падала правильным образом. Вот. Ну и к этому обычно еще добавляют skylight. Я добавлю сейчас стандартный skylight. Он, кстати, в mental rate тоже работает, на удивление. Вот. Опять же это добавит немножко, наверное, веселья в картинку. Немножко сделает тень, опять же, мягче, более светлыми. Так. Ну что ж, я думаю, вот таким вот образом в принципе я ответил на вопрос собственно, как сделать тень, да, в случае, когда вы используете перспективный мяч. Такая же задача больше к композингу относится. Вот в mental rate она решается так, но и в любой другой системе я вам рассказал, как это сделать. В принципе, это все практически идентично, только где-то это в объекте делается, где-то это делается по посредствам материала. Ну, так скажите, есть ли какие-нибудь по вот этой части вопросы? Ну, единственный ваш вариант, да, это создать а-ля дерево, которое а-ля бросает тень, только на машинку. Как я уже сказал, мы говорим про базовый композинг. К сожалению, тут есть куча нового, куча таких нюансов, типа, мне пришлось бы тогда, вот я бы взял там, пришлось бы сплайном обрисовывать контур дерева, там его куда-то поднимать, чтобы он правильно тень бросал, да, и делать так, чтобы он ее бросал, грубо говоря, только на машинку. Вот, соответственно, она бы тогда проезжала. Опять же, это бы просто, вы видите, про анимацию тоже, да? Вот, ну, в статике можно хоть в фотошопе подрисовать в случае уж крайней необходимости. Куча есть уловок на эту тему. Вот. Ну и, собственно, последнее, друзья, что может, не последнее, да, последнее, что мы посмотрим в плане материала, интересно, в плане материала Match Shadow Reflection. Если вы зайдете в его настройки, то вы найдете классную такую настройку, она называется Reflections. То есть, помимо теней, данный материал способен еще на себя принимать отражение. Соответственно, если бы, да, мы, у нас хорошая фантазия, скажем, что если бы асфальт был мокрый, да, сами понимаете, что не было. То есть, если бы только что прошел дождик, то автомобиль отражался бы в асфальте, как миленький. Ну, соответственно, ставлю галочку Receive Reflections, то есть, принимать отражение. Вот параметр Reflection Color неким образом является, считайте, что некой картой прозрачности, то есть, цветной прозрачности для отражений. Если он белый, то отражение будет максимальным, если он черный, то отражение будет минимальным. Вот. И параметр Glossiness, я думаю, всем известен, что это такое у нас. Курс номер 3, создание материалов, освещения. Glossiness, Reflection Glossiness. Это правильное размытие отражений. То есть, в чистом виде я отрендерю. Я получаю. Сейчас посмотрим, что я там получаю. Да. 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 сделаю вот так вот отлично так сейчас это я этого боялся я сам кто товарищи удаленные слушатели вы меня слышите потому что у нас произошел произошло столкновение с касперским и связь временную куда-то делась и хи хи слышно все отлично спасибо вот таким образом вы видите отражение правильно отражение сейчас слишком четкие вот именно поэтому я спросил у людей знающих что такое глоссинес то есть глоссинес когда равен единице отражение четкие правильно но если я уменьшу сделаю там что-нибудь типа 06 конечно результат будет сильно отличаться вы заметите такие заблюренные размытые отражения видите да то есть то что доктор прописал как раз для мокла асфальт например ну вот оно как то так соответственно и происходит значит давайте попробуем создать плейн каждый наверное сможет создать плейн кинуть на него материал металл рейвский мэтт шэдоу и флэкшнс на самом деле вам даже не нужно никакого источника света чтобы получить вот эти отражения давайте свет ставить не будем применим мэтт шэдоу и флэкшнс плоскости соответственно включим отражение сделаем их немножко разным просто такой народ который удаленно он параллельно со мной работает вот люди которые взят в аудиторию к сожалению не имеют такой возможности поэтому мы дадим им пару минут на то чтобы нас догнать да я же еще раз на всякий случай все это проговорил то есть создал плейн самый обычный он поставил естественно свет создал плейн который имеет достаточные размеры чтобы да уж это пожалуй перебор лучше наверное в ортогональном виде сделать типа виды сверху чтобы грубо говоря на себе уместить все падающие тени от объектов потом соответственно на на этот замечательный плейн я кинул материал matte shadow reflection вот в него в camera map background я сделал инстантскопию материала карты заднего фона вот после чего соответственно настроил включил настроил reflections да то есть отражение в свитке reflections receive reflections галочка reflection color и glossiness да ну вот да отлично Спасибо. 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 Ну что ж. Дамы и господа, данный пример, наверное, себя полностью исчерпал. Скажите, очные и удаленные слушатели, все ли было понятно? Я более чем уверен, что любой человек, имеющий некий опыт работы в 3D Max, особенно прошедшее обучение у Хребенкова Константина Юрьевича способен все это повторить. Отлично. Ну, соответственно, тогда мы с вами будем двигаться дальше. У нас, на самом деле, осталось не так уж и много времени. Мы с вами в 6.30 начали, двое семена уже заканчивается. Боже, боже. Ну ладно, ничего, тогда подключайтесь еще к следующему семинару, я вам еще много чего расскажу. Я тут, походу, на три семена приготовил примеров, так что... Окей. Давайте потихоньку двинемся дальше. Все-таки я расскажу вам немножечко именно о том, ради чего все сюда пришли. Это моделинг, да? На самом деле, вряд ли я чем-то вас удивлю. Может быть, удивлю только в случае, если вы не знаете, что такое сложное моделирование в 3D Max, не знаете, что такое полимоделинг или не умеете, допустим, строить боксы и потом использовать буллинг. То есть, на самом деле, метод моделинга не очень важен. Я просто опять покажу вам утилиту Perspective Match немножко, может быть, в другом моменте с дополнительными плюшками. Окей. Делаю резец своей сцены. И есть у меня такая картинка в папочке, вроде была где-то, а вот она ее перенесла. Вот такая, да? Ну, давайте, может быть, немножечко об этом поговорим, и на этом будем потихоньку заканчивать. У меня в конце можете задать кучу своих вопросов, если они у вас будут. Вот, а мы с вами будем счастливы и довольны. Итак, значит, идея в чем? Вот дали картинку вам, например, такую, и очень хочется, или вы сами хотите смоделить подобную сцену. Вам нужен такой же интерьер, вы хотите его прям промоделить точь-в-точь по вот этой вот, соответственно, фотографии. Способ, на самом деле, не самый быстрый. Я имею в виду, что какой бы метод моделирования вы не выбрали, там, сплайнов экструдировать можно, можно делать боксиками, можно делать поликами по-честному, но как бы, что бы вы не выбрали, сразу вас предупреждаю, что, конечно, моделить по фотографии что-либо, это, ну, не самое благодарное занятие. Оно благодарное в конце, когда у вас все получилось, только вот, когда вы уже видите, оно похоже на правду и все замечательно. Но сам процесс довольно муторный, поэтому, конечно, я его не буду как бы воспроизводить целиком, просто покажу вам, грубо говоря, самое начало. Ну, я думаю, что тут, в принципе, все будет достаточно очевидно. Значит, начало точно такое же. То есть мы с вами должны полностью подготовить вот эту картинку и вписать ее в ракурс, то есть использовать Perspective Match, чтобы камеру поставить строго по всему вот этому безобразию. Соответственно, да, Environment, Bitmap, ставлю на задний фон картинку, редактор материала, меняю мэппинг на... Вам включить демонстрацию? Да? Включить, отлично. Вот. На экранный мэппинг в Shift-F делаю задний фон видимым. Смотрю, чтобы он по соотношению 1024 на 642 ни разу не соответствует. Вот. 1024 на 642. То есть все то же самое. Вот. Замечательно. Можете сблокировать соотношение, уменьшить разрешение, чтобы побыстрее рендерить черновики. Ну и впоследствии переходим опять в перспективу, ну и начинаем опять мучиться с нашим любимым Perspective Match. Значит, каким образом? Включаю Perspective Match. В данном случае, я думаю, все три оси будут целесообразно использовать. Поэтому Show Vanishing Lines. Вот. И вы ищите линии, по которым вам нужно простроить вашу, соответственно, перспективу. Вот. Зелененькая линия вот сюда. Опять же, наверное, будет что-то не точно, потому что я немножко тороплюсь, чтобы я смотрю на время и ужасаюсь. Вот. Значит, соответственно, вертикальная линия вот так. Значит, вы понимаете, конечно, что вертикальная перспектива не всегда абсолютно вертикальная, правда? То есть, у нас есть такое понятие, как параллакс, схождение вертикальных линий и так далее. Поэтому, конечно, надо все проверить, надо прям четко простроить. Чем точнее вы здесь работаете, тем меньше потом будет печали. Вот здесь как раз поставил раз, ну и где-то вот здесь поставил, например, два. Вот. Вот здесь как раз идея в чем? Идея в том, что, ну, будем считать, что я закончил с подгонкой. Подгонкой я не буду больше на это брать время, наверное. Вот здесь как раз есть еще один интересный, интересная плюшка, которая появилась в 3D Max, и которая в совокупности с перспектив Мэч позволит вам чувствовать себя уверенно. Значит, я поставлю камеру из этого ракурса, да, все, мне будем считать, что хорошо. Ставлю камеру. Ну, плейдом себя, конечно, проверю. Я еще вижу, что плейд, вот видите, прям по всем местам совпадает там с линией пересечения пола и стены, например. Вот. И дело все в том, что вот в этом случае, особенно если я собираюсь сейчас моделить, перемещение самой камеры, обычным, например, PanView, это смерть. То есть смещение камеры в любом направлении закончится тем, что я буду все переделывать заново. Я уже никогда не вернул то, что я вот тут себе расстроил. Вот. По этой причине, друзья, есть такая классная штука. Если вы на плюсик нажмете в верхнем левом углу вашего камерного вида, вы найдете такую неприметную штуку. Никто не знает, что это такое. Она называется 2D Pan Zoom Mode. Вот. Вещь интересная. Кстати, на самом деле, наверное, вам даже камера не нужна. Вы можете даже, наверное, быть в перспективе. Когда вы включите 2D, да, то есть я перспектив вообще выбрал, и черт с ней с этой камерой, да, я ее включил. Вы увидите такую странную картину. У меня картинка со всех сторон повторится. Фишка здесь заключается в том, что если вы начали какую-то работу, то есть вот, вы там что-то начали строить вот здесь, теперь как бы вы не делали Zoom или Pan View, оно относительно картинки никуда не денется. Идея понятна? Совершенно шикарная вещь. Пока она у вас вот тут горит, 2D Pan Zoom Mode, вы, соответственно, можете куда угодно двигаться, а это будет очень удобно, потому что вы будете работать прямо в перспективе. Вы заходите вот сюда зуммироваться, здесь что-то поделать, понимаете, да? И так далее. Это весьма впечатляет, на самом деле, очень облегчает вот эту всю катавасию. Единственный момент, что, если честно, немножко раздражает, это то, что она повторяется, правильно? Поэтому, возможно, есть смысл отключить ее тайлинг прямо в самой карте. То есть снять галочки Tile в редакторе материалов. Если вы это сделаете, то в режиме 2D Pan Zoom картинка будет в единственном экземпляре, прилеплена вот таким вот образом к экрану. Ну и будет, собственно, нормально себя вести относительно геометрии стены. То есть не сместиться относительно геометрии, которую вы будете строить. Это не вызывает вопрос? Не вызывает. Маленький нюанс, но крайне полезный. Конечно, очень здорово помогает. Вот теперь я как бы не боюсь тут делать всякие телодвижения. В частности, зум и пэн. Конечно, да, лучше в перспективе. Ну а дальше, собственно, сам модель по себе. Каждый выбирает свой. То есть кто-то, может быть, простроит сплайны, сплайны периметра каждой комнаты, сделает экструд, потом сделает, например, булент. Понимаете, да? Кто-то построит кучу боксов и сделает буллинг. Кто-то, ну, в общем-то, я бы, наверное, сказал, что самый такой способ, ну, может быть, удобный, ну, для меня лично, это обычное поле моделирования. То есть я выкладываю вот такой большой плейн, делая его изначально единичным. Ну а дальше всеми теми средствами, которые, в частности, мы с вами изучаем на курсе сложного моделирования, я должен, в общем-то, по сути, я буду обтягивать, это то, что мы называем метод копирования ребер, я буду обтягивать сцену при помощи поверхности. Вот, то есть я выбираю там ребра, я должен сделать нужное число дополнительных ребер, вот, в нужное место их расположить, вот, например, для двери, да? Вот таким вот образом я поставлю там два ребра здесь, здесь вообще их нужно будет раз, два, минимум четыре, вот, опять же, всякими командами сложного моделинга доблюсь нужных, нужного расположения вот этих линий, опять же, да, я тороплюсь, поэтому уж извиняйте, сейчас, да, накосячил тут немножко сейчас вот, да, вот каким-то таким образом у меня соответственно их, я их поставлю, не хочет, ну ладно, тогда в ортогональном виде это сделаем, видите, вы можете вот здесь зуммироваться, потому что работает режим 2D ZoomPen, да, полупрозрачно ее сделать, а на ортогональных видах подгонять точно, то есть это, конечно, большой, большой бонус. Вот, соответственно, оставляя ребра под необходимые элементы, в данном случае вот у меня, ну то, что мне видно, это две, три дверных проема, вот, а дальше я, допустим, ну как бы я работал, да, я бы просто выбрал нужные мне, так, сейчас, нужные мне ребрышки, вот таким вот макаром, и дальше вот метод копирования ребер, он в чем заключается, он заключается в том, что вы можете зажать shift, выбрав необходимое число ребер и просто shift потянуть вверх, видите, вот, вот, то есть вот таким образом. И вот постепенно вот так вот обтягивать вы можете поверхность, периодически корректируясь, вот я вижу, что вот здесь у меня, например, вот несовпадение, я выбираю линию ребра, допустим, в той же перспективе ее так сдвигаю, полупрозрачным мальтикс можно все это сделать, то есть так вот аккуратненько, потихонечку он обычно простраивается. Сцена, это один еще раз один из способов, могу подальше, наоборот, зуммироваться и как-то сразу повыше сделать, вот так вот, да, ну оставить можно здесь с shift дополнительные, здесь с shift дополнительные ребра, вот здесь, вот здесь, вот потом впоследствии я, конечно, буду вот это все там закрывать, то есть вот эти ребра, а есть такая хорошая команда, да, тоже на сложном модели, где посмотрите. bridge, это мостик, да, позволяет мне поверхность закрыть, вот так вот выбранные ребра соединить, так, что-то я промахиваюсь, да, промахиваюсь точно, командой bridge вот так вот будем соединять, вот, вот суммарно видите, что она постепенно, постепенно простраивается. Опять же, такой кропотливый достаточно способ, вот, требует усидчивости, дальше там, соответственно, границы с shift внутрь будем затаскивать, вот так, вот так, делать вот эти вот углубления здесь и так далее и тому подобное, впоследствии будем делать оконные проемы. Вот суммарно вы получите точную копию помещения. Скажите, все ли был понятно? Значит, вот такая вот достаточно интересная концепция, вот, как один из вариантов моделинга по, соответственно, интерьеру. В общем-то, на самом деле, если у вас есть какие-то вопросы задавайте, вот, может быть, есть вопросы непосредственно по моделингу или по типу сцен, которые можно моделировать, или о том, что с этим делать дальше, например, и так далее и тому подобное. Ну, соответственно, по факту я, наверное, рассказал все, что на сегодня запланировал, кроме, ну, моделинга хотел сдать побольше, но я просто вижу, что смысла особо уже нет, я все равно, наверное, не успею замоделить ее полностью. Вот, а о том, как ставить в такой сцене свет и делать материалы, мы как раз будем говорить все равно о следующем семинаре. Следующий семинар будет посвящен работать с системой визуализации какой-нибудь типа Mental Ray и о том, какие новые фишки с Mental Ray, какие там есть новые материалы, как, собственно, ставится свет в интерьерных сценах. Вопросы. Люди на проводе, у вас есть вопросы? На почту будете слать? Люди на проводе, интересно, еще остались? Нет, остались, да, вот тут. Так, все тут, говорят. Но вопросов нет. Ну, скажите, вопросов нет, вопросы есть. Нет вопросов. Ну что ж, замечательно. Есть. Так, тихо, 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 стоп, да жду, жду. Нет, я никуда не ухожу, я прям, я прям слушаю вас внимательно, я знаю, что есть. Вот есть, я вижу, раз есть, два есть. Так что я гадю, ну, в смысле, жду. Анна, значит, в V-Ray вы нажимаете правую кнопку на объекте, находите там V-Ray properties, свойства объекта, V-Ray именно. И вот прям там вы найдете в верхнем правом углу галочку. К сожалению, здесь у меня V-Ray не установлен, я поэтому не могу вам показать. Но в случае чего пишите на почту. Да, 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 соответственно. Окей, друзья, значит, соответственно, тогда мы с вами сегодня потихоньку будем закругляться. Вот, я благодарю всех, кто пришел. Ну, в рамках того, что это такой семинар а-ля он в меру должен привлечь вас на темную сторону специалист.ru. Я очень надеюсь, что... Когда такое еще будет? Да, я сейчас расскажу. Сейчас расскажу. Вот, соответственно, вот наша страничка, если кто-то не знает, специалист.ру. Тут есть такой замечательный поиск. Можно ввести, например, мою фамилию. Наверное, я сейчас проверю, работает ли поиск на нашем сайте. Я больше уверен, что да. Вы найдете, соответственно, Хребенкова Костантина Юрьевича здесь. Вот он. Фотография дурацкая, не смотрите на нее. Но дело все в том, что вот здесь обычно идут как раз анонсы, ближайших курсов. Здесь написано, какой я во всех делах профессионал. Видите? Вот, соответственно, здесь вы обычно можете смотреть. Ну, и, в принципе, на нашем сайте всегда идут анонсы ближайших классных вот таких вот семинаров. Но ближайшие у меня, по-моему, будет месяца через два. В общем-то, все, кто, я думаю, через контакт или через какую-то рассылку попал на этот семинар, он попадет на следующий, потому что вы у нас в списке, так что вы от нас теперь не отделаетесь, будете ходить сюда и подключаться. Стояние. 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 Стояние.